Да-да. Алло. Да-да. Алло, здравствуйте, Ирина Игоревна. Слушаю. Микрофинансовая компания Веббанкир Хватова Екатерина Владимировна, для получения важной информации назовите дату вашего рождения. Все верно. Ирина Игоревна, по поводу вашего обещания звоню. 9 февраля продлит срок вашего займа. От вас оплата так и не поступила. Когда поступит? Какого обещания? 6 февраля мы с вами разговаривали. Договорились, что до 9 февраля вы внесете часть денежных средств. Это неправда. Я ни с кем 6 февраля не разговаривала о том, что внесу деньги. В 9.57 мы с вами разговаривали. Я о том, что внесу деньги 9 февраля, никому никаких обещаний не давала. Ирина Игоревна, что у вас с оплатой? У вас 8 день активная просрочка. Денег нет. Ирина Игоревна, когда займ? Правильно, что рассчитывали? На то, что деньги будут. Хорошо. Смотрите. Вам проценты начисляются ежедневно, у вас сумма не фиксирована. Назовите дату, когда вы сможете внести оплату. Не, не назову, не знаю пока. Ирина Игоревна, вам пока доступна услуга, как продление вашего займа. Так денег же нет. Сумма для принятия около 6 тысяч рублей. Нет. Ирина Игоревна, занимайте у кого-то, это в ваших же интересах. Не у кого. Ваши документы могут быть досрочно переданы в отдел досудебного взыскания. Передавайте. Ищите работу, что-то нужно предпринимать. Передавайте в досудебное свое взыскание. То есть вы отказываете, да, от оплаты? Нет. Разве я сказала, что я отказываюсь от оплаты, зачем вы сейчас перевираете мои слова? Ирина Игоревна, если вы не отказываете, значит нужно оплачивать. Нет, подождите. Одно не влечет за собой другое. Я говорю, что о том, что не перебивайте меня. Ирина Игоревна, вы займ оформляли на 23 дня. Почему вы такие невежливые в оббанке? Вы должны были ваш займ вернуть 8 дней назад. Сейчас у вас есть возможность продлить трех вашего займа. Продлевайте, занимайте. Это в ваших же интересах. Итак, почему вы меня перебиваете и не дали мне досказать мысль? Вам необходимо протараторить то, что вам нужно и бросить трубку быстро, или что я не пойму? Нет, мне нужно узнать дату, когда вы внесете денежные средства. Так вот, когда я говорю о том, что я не знаю, когда я внесу денежные средства, это не значит, что я отказываюсь от чего-то. Я, конечно же, естественно, оплачу, куда я денусь от вас. Но когда... Назовите тогда дату. Когда я не имею такой информации? И как это может являться отказом от оплаты, если я не отказываюсь? Попробуйте, Ирина Игоревна, человек, который не отказывается, он оплачивает. Ни одно не влечет за собой другое. Обещать не значит жениться. Понятно. Ладно, всего доброго. Все? Здравствуйте. Этот займ ваш до 11 февраля включительно унеси данную сумму, которую средняя плата от вас поступит в компанию. Сначала до 11, потом будет до 14, потом до 17, потом до 20. А потом, Ольга Михайловна, всего лишь вопрос времени. Да, 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 да. Всего лишь вопрос времени, когда вообще дело будет продано. Сказки Эвереста. Рубрика начинается. Ольга Михайловна. Я за нее. Я за нее. Вы спокойны. Я спокойна, абсолютно. Спокойны. Как двери после ремонта. Спокойствие. Не слышите моего спокойствия? А как мне нужно, чтобы вы услышали мое спокойствие? А нужно Ольга Михайловна спокойно разговаривать, отвечать корректно на вопрос, корректно, адекватно, да. А в чем неадекватность сейчас проявляется? Перед вами поставили тот вопрос. А в чем сейчас неадекватность проявляется? Я у вас спросила, когда будут поступления до 11 числа, вы мне начинаете что-то совсем другое рассказывать. Мне это не нужно. Ну не нужно, кладите трубку. Я не буду класть трубку, Ольга Михайловна. Скорем будете? Пока вы не предоставили информацию. Да, обещаете? Ольга Михайловна. Да, да. Ольга Михайловна, я не слышу ответов вас. Вы кто, чтобы спрашивать у меня такие вопросы? Если вы не хотите отвечать, будете разговаривать по улице. Вы кто, чтобы задавать мне такие вопросы? Судебный пристав, чтобы пришел, надо в суд сначала подать, кредитору. Да, вы знаете законодательство Российской Федерации, какая вы умная женщина. Представляете, я знаю законодательство Российской Федерации. А почему вы его нарушаете? На каком основании вы нарушаете? На каком основании вы нарушаете? Ольга Михайловна, на каком основании нарушение идет с вашей стороны статьи 87-810? На основании 37 статьи Гражданского кодекса. О, ужас, как Ольга Михайловна. Что ты разговариваешь вместе? Что ты забыла? Что ты забыла? Значит, в ближайшее время будете разговаривать. А все сливается, да? А суда пройдет в вазостороннем порядке. А сама об этом тоже не забудьте. Как обычно, в вазостороннем порядке пройдет. В вазостороннем порядке. Сейчас нужен звук слива унитаза, потому что... Да-да. Здравствуйте. Звонок из банка Тиньков. Пожалуйста, не кладите трубку, позвоним с целью помочь. Одесса предоставления льготных условий. Алло. Да-да. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Романович. Я звоню с целью предложения льготных условий обслуживания. Наталья Александровна, я как понимаю, у вас возникли сложности с выплатами в банк, верно? Вашу фамилию назовите, пожалуйста. Петренко Алексей Романович. Алексей Романович, почему вы звоните с мобильного телефона? С мобильного. Я понял. Как я понимаю, вы подготовились заранее, собственно говоря. Звонок с мобильного поступает, потому что банк воспользуется IP-телефоней с предоставлением бесплатного федерального номера 8800 4575. Но вот с номера 8800 и звоните. Вот эти сказки о том, что... Нет, пахусть. Ваш оператор не может его определить. Когда вы звоните с номера 8800, звонок доходит с номера 8800. Когда вы звоните с мобильного телефона, звонок доходит с мобильного телефона. Вот эти сказки мне, пожалуйста, рассказывать не нужно. То есть вы считаете, что я не сотрудник банка? Я в этом абсолютно уверенна. Тогда будьте добры, сейчас, немедленно перезвоните сами в банк. Прямо немедленно ринулась и быстро перезвонила, потому что... Какой-то незнакомый человек по мобильному телефону, звонящий от меня, этого требует? Да, только у вас составляют 40520 рублей. До свидания, неизвестный гражданин. Вешаем трубочку. Не намеряюсь маме обсуждать свою задолженность. Нужно будет поговорить. Звоните с номера 8800. Либо с номеров указанных на сайте банка Тинько. Можете быть свободны, я вас более не задерживаю. Мы тогда будем вправить с соседями с вашей речи. Вы можете быть свободны. Да. Поэтому я с вами прощаюсь, а также мы вправе подать в суд на вас. Вперед. Вперед, вперед. Встретимся в суде. До свидания. Да, разговор у нас также был записан на эти введу. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Отказ от платежа, кстати, зафиксировала. На лбу себе зафиксируй. Так, это, кстати говоря, неконструктивное общение было также записано. Имейте в виду. Всего доброго. И что теперь? Что теперь было записано? А это может быть в суде привлечено. Что? Неконструктивное общение? В суде? Да, Наталья Александровна, естественно. И что? Путыл там стоим, нужно платить. Поеду в лес валить за то, что неконструктивно. Общалась с неизвестным мошенникам, звонящим по мобильному телефону. Вот это да. Привлекут. А пишут, конечно. На лбу у тебя пишут. Судебный пристав будет правильно. Или на копке твоей гладкой розовой. Давай, вперед. Ладно, мне с вами вообще нечем. Ребята Александровна, все доброе. Гондурасец. Везай. Трубку вешай. Еще можете продолжать. Можете продолжать. Вот записано. А, нельзя трубочку вешать? Или у тебя возможности такой нет? У тебя система по себе сама решит, когда тебе повесить. Трубку. Представляете, для тебя даже это решают. Мы правим звонить вашему окружению. Да, звони, кому хочешь. Здравствуйте. Вам позвонили из коллективного агентства Sequoia Credit Consolidation. До ответа оператора, пожалуйста, оставайтесь на линии. Сначала докажите свое право мне звонить. Там я вам буду озвучивать. Ну, уведомления где от кредитора? Уведомления от кредитора. Где? Ну, так ищите, ищите. В СМС-сообщениях. Где искать? В каких СМС-сообщениях? О чем вы говорите? Нет у меня таких интересов. Это в интересах ваших и в интересах кредитора. Нет интересов ожидать приказного порядка в таком случае. Ну, приказной порядок отменяется. Если вы про судебный приказ говорите, это отменяется очень просто, по моему ходатайству. Что она гласит? Она гласит о том, что по ходатайству ответчика в любой момент отменяется судебный приказ. Не в курсе? Ознакомьтесь с законодательством. Прежде угрожать какими-то статьями. А все съехали с темы судебного приказа? Съехали с этой темы, да? Поняли, что попытки вот эти бесполезны? Вот эти нелепые инсинуации. Я все понимаю. Я, к счастью, понимаю больше, чем вы. О том, что я нарушаю, мне такие, как вы, по 18 раз на дню вас напоминают. Я этого не забуду, даже если очень сильно захочу. На каком основании вы интересуетесь? На основании того, что оплата от вас не поступает. Но не вам же. Но не мне же. Но вот вы лично не существуете в данном диалоге. Вы существуете как сотрудник компании. Ваша компания пока для меня не знакома. В силу того, что меня кредитор не уведомил о том, что передал кому-то дело. Пока он меня не уведомит, ваша компания просто телефонная охота. Субтитры создавал DimaTorzok